Так, и, наверное, завершающий на сегодня доклад Дмитрий Манько. Дим, а у тебя микрофон сейчас включен, можешь сам тему доклада озвучить? Так, тема доклада, моего доклада, ну, во-первых, здравствуйте, меня зовут Дмитрий Манько, но я работаю в EBA, занимаюсь интеграциями различного рода, ну, преимущественно в САП, в мире САП и около САПовских окружениях. И тема моего доклада – это продолжение прошлогодней темы, тема касается XML-подписей, и что происходит сейчас в облачной интеграции, конкретно на САП-БТП, на Cloud Integration платформе, как обстоят дела с компонентом XML-сайнер, какая функциональность доступна, чего хотелось бы еще получить там. Так, ну и, пожалуй, если я уже начал, значит, можем запускать. Так, это будет больше практический обзор, то есть я немного подготовился, создал набор различных облачных сценариев, но также здесь очень используется наземная САП-БТП система, и, ну, давайте начнем. Ну, если вы помните мой прошлогодний доклад, я говорил о форматах XML-электронной подписи, и сейчас еще раз хотел бы заострить на это внимание, что не так со стандартными форматами XML-подписей. Ну, есть же большой набор форматов, стандартный XML-дсиг-формат, CMS, есть тоже OpenGP, который кроме шифрования предлагает подписывание, также есть веб-сервисе Security, что со всеми с ними не так. И зачем нам все вот эти расширенные электронные подписи, или, другими словами, усовершенствованные форматы, которые разрабатывает Европейский институт по телекоммуникационным стандартам, и сразу скажу, что у стандартных форматов, которые были изобретены на заре времен, существует ряд существенных недостатков. Во-первых, нет, отсутствуют некие доверенные штампы о времени создания подписи. То есть сам штамп времени, он не несет какой-то особой смысловой нагрузки, кроме как о том, что подпись была создана в какой-то определенный момент времени. И если мы используем для создания доверенной отметки времени какой-то так называемый таймштеп-сорити-сервис, то есть некий удостоверяющий центр времени, который при использовании расширенного формата подписи, ну, как это происходит, мы делаем запрос в этот удостоверяющий центр временных отметок, посылаем хэш с данными, центр подписывает этот хэш с данными и далее присылает нам уже подписанную их приватным ключом, их подписанную приватным ключом отметку о времени создания данной подписи и некое еще удостоверение. Это первое преимущество, ну, и тоже время недостаток стандартного формата. Второе, что нет на момент подписания, отсутствует доказательство подлинности сертификатов. То есть может произойти так, что в какой-то момент времени создали сертификат, создали подпись, используя сертификат, и через несколько дней сертификат был отозван или просрочился, и нужно какое-то доказательство подлинности сертификата именно на момент подписания документа. Ну, так как речь идет о обычной... Ну, если мы говорим о подписывании документов, речь идет о юридически значимых документах, которые имеют некоторое значение для бизнеса, и еще один немаловажный фактор – это то, что по подписи некоторых документов, например, это договора между покупателем и продавцом, их нужно хранить в течение долгого срока. И периодически их нужно... Если речь идет о архивации таких подписанных документов, то их периодически нужно перепроверять, запрашивая новую отметку времени, ну, и тем самым подтверждая то, что подпись до сих пор подлинна, и можно доверять подписывающей стороне. Ну, а знали ли вы, например, что вот кроме обозначенных форматов, то есть есть семейство усовершенносоценных форматов PADES, CADES, XADES, которые, соответственно, используются для подписания PDF-документов, для произвольных бинарных данных, это CADES, и XML-документов, XADES, XML-Advanced, Electronic Sanger. Вот уже упомянутый институт по стандартизации, например, в этом году рассмотрел техническую спецификацию и ввел ее в обращение. Такой формат, тоже расширенный, называется YADES, то есть формат расширенной электронной подписи для подписания JSON-документов, что очень не хватало в современном мире, в мире, когда везде RESTful microservice и обмениваются JSON-данными. И далее давайте рассмотрим, что предлагает нам CPI, или теперешнее название SAP Integration Suite, что есть из расширенных форматов. Ну, а есть, собственно, расширенный формат CMS-подписей, ну, или другое его название, PIC-CCS номер 7. То есть все форматы, как я упомянул, они описываются вот этим YADES-организацией, то есть именно тот самый институт по стандартизации, и компонент XML-сайнер. Ну, все, вы, думаю, знаете его, видели, когда делали интеграцию на CCPI-платформе. Из коробки поддерживает два расширенных формата. Это CADES-базовый профиль и XADES-базовый, также базовый профиль, и плюс профиль с явной политикой создания подписи и проверки ее. Ну, глядя на алгоритмы создания отпечатков данных, то есть алгоритмы хеширования данных и шифрования, ну, можно заметить, что в этом списке нету российских алгоритмов, российских шифров, то есть все зарубежные, то есть алгоритмы хеширования SHA, MD5 и алгоритмы подписывания, алгоритмы шифрования RSA, то есть это все зарубежные. ГОСТовских шифров вроде бы в этом списке нету. Идем дальше. Немного давайте остановимся на каждом формате подписи. CADES – это, ну, вообще CMS-подпись – это аршируется криптографиком месседж синтаксис, если не ошибаюсь, который задает структуру подписи, и вот есть его расширенный продвинутый вариант усовершенствованный, CADES, то есть это CMS-адвансы Electronic Signature, который поддерживается компонентом XML-сайнер, и базовый его профиль базовый профиль этого формата включает в себя следующие атрибуты. То есть есть набор обязательных подписываемых атрибутов. То есть, ну, напомню, что в стандартных форматах подписей обычно подписывается только хэш самих данных, то есть хэш самой полезной нагрузки, а расширены хороши тем, что они включают ну, по стандарту какие-то обязательно подписываемые атрибуты, например, в случае CADES – это тип передаваемых данных, тип подписываемых данных, и также обязательно сам подписывающий сертификат. Подписывающий сертификат обязательно включаются подписываемые атрибуты, так как существует такая известная атака по подмене сертификата в случае Man in the Middle атаки, то есть злоумышленник может перехватить подписанное сообщение, заменить сертификат на свой, и в случае стандартной подписи такая подпись тоже будет считаться валидной. А когда мы подписываем собственно сертификат, это дает гарантию, что подпись нельзя будет сертификат, ну, вернее, его можно будет подменить, но при расшифровке подписи, при проверке целостности это будет обнаружено. и также расширенный формат, ну, также как и расширенный формат для XML-сообщения, а XML-сообщения тоже можно рассматривать в какой-то степени как бинарные сообщения, также применять к ему тот же самый CADES формат, и оба формата, они могут включать в себя дополнительно подписываемые атрибуты. Это, во-первых, время подписания, причем время подписания, то есть уже из названия понятно, что это предполагаемое время создания подписи, и также из дополнительных подписанных атрибутов может быть время создания всего документа подписанного, то есть человек, который подписывает документ, допустим, создал счет фактуру в какой-то определенный день, другой человек, который занимается исключительно подписанием, сгенерировал эту подпись через неделю, соответственно, время может отличаться, и это время также можно включить подписываемые атрибуты, чтобы подтвердить подлинность этих атрибутов. Также из интересных атрибутов, которые могут включаться помимо подписанных данных, могут включаться, например, commitment type, indication, commitment type, это как бы обязательство или обязательство, которое берет на себя подписывающая сторона, то есть подписывающая сторона, например, может гарантировать, что именно она создала эти данные перед тем, как сделать подпись, или наоборот подписывающая сторона, ну, занимается исключительно созданием подписи, а некий другой пользователь занимался созданием этих данных, и то есть это обязательство, commitment type, это тип обязательства или роль, которую исполняет подписывающая сторона. Также могут подписываться некоторые данные о подписанте, это signer locations, некоторые другие атрибуты signer контент, временная отметка о контенте, то есть это то, что я сказал, то есть как весь целевой документ может иметь свою подписанную отметку времени, так и некоторой составной его части. У компонента XML-санера есть набор ограничений, я выгрузил эту информацию из официальной документации SAP, если присмотреться, что немного расстраивает, что нет поддержки для расширенной формате подписи XADS, нет поддержки профилей XADS-T, то есть с включением штампов времени от таймштепа authority, то есть нет поддержки, и нет поддержки профиля C, C означает полный complete профиль, который позволяет включать подвесь полную цепочку сертификатов, используемых для проверки, отзывных листов списка, так называемых отзывных списков сертификатов, по которым в любой момент времени, если мы говорим об архивации подписи, в любой момент времени можно проверить валидность подписи, используя вот эту включенную в саму подпись цепочку сертификатов и список отзывных сертификатов. также примечательно нет поддержки counter signature элементов. Counter signature означает то, что допустим есть какой-то договор между покупателем и продавцом и обычно это двухсторонняя подпись, подписал продавец и высылает документ по электронным каналам связи и в ответ тот же самый документ подписывается повторно. И вот этот counter signature элемент отображает факт, что документ требует двустороннего акта подписания. Также не поддерживается commitment type indication про что я говорил, то есть обязательно наберет на себя подписывающая сторона и нет поддержки вот этих доверенных временных отметок времени, так как это по сообщению разработчиков XML саймера компонента требует обращения внешней организации удостоверяющей временной отметки. Ну, а из приятных мелочей, то, что доступно в CPI, это то, что можно при создании расширенной подписи передавать через месседж-хедера свои динамически созданные ID-шники, например, для коллекционных атрибутов можно генерировать свои ID, что очень удобно, или для блока подписанных данных тоже генерировать свои собственные ID. Также можно выбирать тип кодировки, то есть тип хэш-функции, по которым будут создаваться данные, также передавать через хедер namespace и префиксы. Это вот из таких приятных мелочей. Так, ну, время перейти к тестированию. 50 утра. вначале расскажу, какие мы сценарии будем тестировать. То есть вы помните, что в прошлом году я вам показывал адаптер-модуль, который создает XADES подпись, базовый профиль на наземном SAPIO системе. И сейчас мы проведем такой эксперимент, что первый сценарий мы подписываем на наземном SAPIO и валидируем на SAP CPI. Второй сценарий мы также подписываем нашим адаптер-модулем и валидируем на внешнем сервисе. В качестве внешнего сервиса валидации будем использовать другой open source framework, называемый DSS, я тоже поминал о прошлом году. Он создан европейским фондом SAV, и сейчас кстати очень стал мощный фреймворк, то что могу порекомендовать его для использования на своих проектах. И третий сценарий это мы создаем расширенную подпись XML с базовым профилем на CPI самом и валидируем например на том же самом внешнем сервисе DSS. так давайте попробуем для связи облачных сценариев облачных integration flow и наземного PO я использую Cloud Connector который запущен у меня в ноутбуке сейчас и ну и также настроен VPN туннель к нашему наземному наземной SAPIO системе который хостится в нашем центре обработки данных в Ибе в Минске так вернемся это не то так первый сценарий будет давайте посмотрим красненькую архитектуру как это выглядит создаем расширенную подпись на на PIO системе то есть из POSMAN я буду слать произвольный документ и сама подпись будет формироваться на с помощью адаптера модуля и открытого фреймворка XADOS FUG написанного для Java то есть делаем запрос на локальный SAP PIO через Cloud Connector передаем ему следующие параметры то есть на входе ну по сути SAP его система используется как REST сервис то есть там настроены петлевой сценарий по сути без ресивера лубок сценарий где по REST каналам передаем необходимые параметры это собственно подписывающий человека ну по сути это приватный ключ который хранится в хранилище ключей IPO потом формат подписи ну для начала попробуем стандартный xml dsig то есть gsr-105 крипто провайдер имплементация и навики 100 пио так османа давайте запустим в начале запустим создание подписи на пио и валидация на внешнем на внешний сервис ну тут cpi просто участвует как 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 шина так что связывающая звено ну этот тест мы делаем для того чтобы посмотреть какой отчет формирует превалидация внешний сервис так это json ответ дима а можно у эквеста баде посмотреть пилот чтобы понять что мы отправляем да да извиняюсь ну стандартный допустим номер просто имеем какой-то номер такой пилот вводим и смотрим что что показывает нам диагностический отчет от внешнего сервиса ну сразу скажу что полная валидация здесь не прошла потому что приватный ключ сертификат сгенерированный ну я сгенерировал сам специально для пимона то есть это самоподписанный сертификат сгенерированный OpenSL инструментом и здесь главное что мы хотим узнать от валидирующего сервиса то что сама структура подписи она валидная то что то что целостность документа не была нарушена и то что в документе присутствуют все подписанные атрибуты формата x адс и вот диагностический репорт он показывает по шагам что происходит то есть вот например найден хэш то есть у хэша есть ID по референсу найдены подписанные свойства данной подписи то есть структура полностью валидна и единственное на чем то есть в процессе валидации может быть три исхода первое это то что подпись валидна то есть структура документа полностью соответствует всем требованиями регламентом согласно спецификации также у проверяющей стороны есть есть информация подписывающая стороне и с помощью цепочки сертификатов эта подпись может быть проверена и принимающая сторона может понять что данные не были подменены но у данной подписи статус undetermined так сейчас найдем эту запись то есть мы видим что валидирующая сторона определила что какие атрибуты входят в подпись это вот время создания какие-то наборы атрибутов самого подписанта то есть меня всякие через скоб то есть был подписан не какой-то отдельный xml-узел а полностью весь xml-документ и финальный статус indeterminate потому что не было найдена вся цепочка сервискатов ну и в доверенном списке данного проверяющего сервиса но по сути мы можем считать что валидация здесь пройдена так как если бы мы были добавлены в trusted кейстор на проверяющей стороне то валидация была бы полностью завершенной но нам здесь достаточно удостовериться что структура и целостность данных не были нарушены так следующий сценарий postman мы создадим подпись на cpi и проверим на том же внешнем сервисе dss создадим мы тот же самый xadis базовый профиль получаем от сервиса диагностический репорт в качестве приватного ключа используется тот же самый ключ dm.co который я предварительно загрузил в cpi кейстор и наверное немного расскажу от нее туда сертификат как видите загрушен не только приватный ключ а вся вернее весь контейнер включает который включается и приватный ключ и сертификат и такая интересная особенность что сегодня речь когда Вадим Климов рассказывал про pgp компонент про pgp шифрование и про папороли для контейнеров то например наземные subpo если в него загружать приватные контейнеры в формате pkcs12 или расширение известные pfx это все тот же самый формат хранения ключей то есть такое наблюдение что subpo при загрузке таких приватных контейнеров сбрасывает пароль у контейнера то есть когда мы импортируем этот приватный контейнер он при импорте запрашивает пароль а потом при обращении из java кода к этому контейнеру пароль уже не нужен хотя я еще неделю назад был уверен что без передачи пароля для приватного контейнера мы не сможем получить доступ к данному приватному контейнеру но в cpi с этим все нормально так запустили тест и ну видим также что валидация прошла ровно до того уровня до которого прошла валидация и в предыдущем примере то есть определился формат подписи Xatus Baseline то есть вот эта подпись была создана тоже самая body и вот эта подпись была создана cpi компонентом XML Signer и давайте посмотрим вернемся на integration flow посмотрим какие мы выбрали атрибуты для подписи обновим страницу хорошо пока загружается страница что-то с интернетом третий интересный сценарий это когда мы создаем подпись на том же наземной сопи системе и саму верификацию подписи делаем с помощью компонента XML Signer на cpi так давайте сразу запустим и посмотрим что произойдет то есть cpi мы отправили тот же самый XML документ наш фейковый invoice в ответ получили его же и ну давайте сейчас еще посмотрим параллельно что же произошло так эти факты открылись то есть к SADES подпись была создана на локальном SAP.io также с запросом через компонент request reply через cloud connector в SAP.io ну и соответственно в адаптер модуль и дальше мы запустили компонент Signature Verifier настройка тут стоит проверка элемента keyinfo то есть keyinfo элемент включает в себя информацию о подписывающем ключе сертификате и здесь же прописывается ссылка на наш security артефакт то есть на приватный контейнер по помощи которой подписи проверяются так посмотрим в месседж мониторе что же произошло валидация на CPI так ну как видим все успешно все все хорошо но вернулся почему-то оригинальный документ то есть очищенный от подписи то есть ну оно на самом деле так может там в месседж фидерах что-то есть в респонсе в посмане там где посман федерс а нет или повыше поднять может там ксадесовские есть какие-то нет нет на самом деле здесь ничего нет это так работает xml сайнер то есть здесь была создана классическая стандартная xml dsig подпись в этом случае то есть я делал запрос чтобы быть голословным давайте откроем его извиняюсь что медленно я сам уже медленно соображаю что-то была запрошена gsr 105 лимитация это то есть это классическая xml dsig подпись и кстати вот давайте проведем очередной эксперимент изменим формат подписи на xadres который а почему тут метод get как это пилот туда где там передается на самом деле в rest адаптере у меня стоит операция пост но rs-адаптер умеет принимать даже в случае пост и get параметры понятна get параметры дальше мапятся в динамик динамические атрибуты и передаются в адаптер модуль а вот там ниже галка сэн body все теперь понял что она там ниже есть да посылается более так хорошо sq-format xadres правильно написали передеплоем так задеплоем и проведем очередную валидацию посмотрим что получилось ага в этот раз ответ изменился в этот раз мы получили уже документ с подписью то есть вы заметили в предыдущий раз случай со стандартной подписью документ очистился от нее то есть как бы намекнул нам что подпись валидная и поэтому давайте ее очистим а в этом случае вернулась вернулась как раз к xadres подпись и чтобы удостовериться что xadres видимо этот ключевой объект элемент который включает в себя коллекционные атрибуты или свойства в том числе подписанные свойства подписывающий сертификат его хэш то есть все подписанные атрибуты которые мы собственно ожидаем увидеть в этой подпись так что же произошло на cpi возвращаемся идем в message monitor появился attachment с exception уже интересно у меня там integration flow еще добавлен отдельный flow для exception и мы видим что случился exception вроде как все хорошо но вернулось этот грувистский скрипт сохраняет описание exception и собственно перехватывает тело пилота до до зафейленного шага до зафейленного степа вайфлоу и отправляет его обратно сендеру но exception как видим что envelope detached xml sandwich with object elements не поддерживается то есть это говорит о том что верификация расширенных форматов подписей на cpi сейчас невозможна то есть просто нет поддержки этого envelop или отдельная xml подпись это самые часто используемые структуры так перейдем презентации так а что же насчет российских алгоритмов шифрования создания электронной подписи ну как известно ни sapio ни cloud integration не поддерживают российские алгоритмы шифрования и создания хэшей казалось бы почему не включить хотя бы один гостовский алгоритм но вот посмотрела недавно на крипто на крипто про csp версии 5.0 и и на поддержку алгоритмов то есть мало того что поддерж есть свои российские алгоритмы создания электронных подписей хэширования данных шифрования но также появилась поддержка еще и всех популярных зарубежных алгоритмов включая алгоритмы использования электрических кривых и классические rsa например алгоритмы хэширования sh1 sh2 triple ds то есть все самые популярные известные ну и что же собственно делать если заказчик поставил задачу использовать программы обеспечения крипто про для создания подписей так как многим ну или наверное ищерующим большинству российских компаний это как обязательное требование от российских регуляторов то есть что можно сделать ну первая идея которая приходит это вот каким-то образом внедрить крипто про gcp крипто провайдера саповскую java машину ну это не вариант так как обычно ну у заказчиков есть требования установки крипто всех крипто графических инструментов на отдельную локальную машину которая по требованию безопасности должна находиться в внутренней сети ну и также второй вариант что даже если иметь доступ к инсталляции наземного SAP пиок и непосредственно доступ в SAP GVM к SAP GVM то есть это скорее всего это нарушит лизационную политику если мы ну если вы работали с крипто про gcp провайдером с созданием подписей или создание шифрованных сообщений то увидели что крипто про gcp все свои API непосредственно в жиры и окружение как внешние библиотеки но из этого следует что крипто про gcp как раз таки цель забрана ставить на какую-то локальную машину далее мы пишем сервис какой-то внешний сервис для создания подписи также сервис шифрования сообщений управления с дискатами ну и получаем какой-то профит и так и вот для одного я так подумал что же что же такое показатель интересного перед перед когда собирался выступить на на данном пимоне и ну и в памяти всплыло одно оригинальное решение которое было реализовано для новороссийского заказчика то есть требовалось подписывать юридически значимые документы которые приходили из SAP ERP системы это могли быть например счета фактуры какие-то двухсторонние договора и требовалось требовалось поддержка российского криптографического шифра ГОСТ 3410 2001 для хеширования данных для подписывания и ну сам криптопро DCP хотя у криптопро продуктов есть еще криптопро серверная версия называется DDSS наверное все слышали про нее это тоже было реализовано для заказчика но был такой кейс который которым большинство сотрудников пользователей пользователей заказчика почему было необходимо подписывать документы именно таким образом на локальной машине то есть сотрудник делал какие-то какие-то операции в ERP системе выгружал документы на машину SAP и вставлял флешку с приватным ключом и именно вот этим приватным ключом локальной машине на которой был установлен криптопро DCP с использованием вот этого флешки с ключом или токена и происходило подписывание то есть с SAP ну тогда это было реализовано через Java Proxy и то есть в Java Proxy запрос шел на вот эту локальную машину к сервису подписания который был сделан поверх не поверх а с использованием криптопровайдера GCP и ну тогда у заказчика было требование не использовать никаких ну так сказать RESTful сервисов то есть ничего кроме головы жиры и окружения и поэтому было решено использовать такой древний метод RMI коммуникации то есть remote старинный Java метод удаленного вызова методов то есть есть серверная часть которая собственно как является аналогом REST-сервиса подписывания и есть клиентская часть которая которая в данный момент работает в моем адаптер модуле на локальном SAPO то есть ну в данном случае SAPO можно рассматривать просто как оболочку для создания REST-сервиса а по сути ну первая идея как можно было вызвать как можно было подключить вот этот внешний RMI-сервис RMI-клиент как его можно было вызвать из CPI окружения это использовать Groovy скрипт ну Groovy хорош тем что используя так называемый синтаксический сахар ну а в частности то что из Groovy можно вызывать Java-классы и методы я думал что можно ну загрузить этот RMI-клиент как внешний ресурс в integration flow и вызвать его из Groovy скрипта собственно это все работает но в лоб еще же сделать это не получилось так как я понял что все запросы они идут через Cloud Connector все же и там тип системы то есть ну вы видели когда создаешь бинзинг между виртуальным сервисом и реальным локальным нужно выбрать тип системы то есть для наземного PIO-системы выбирали SAP Pro Serpent Station он был доступен в этом списке для каких-то внешних сервисов которые работают по совсем там другим протоколам или портам мы выбираем обычно TCP или TCP SL и ну тут понятно что нужно реализовать еще какой-то шифрованный туннелирование в Java коде ну и что мне не хватило времени но скорее мозгов не хватило так ловко сделать такой SSL туннель как например когда-то мы делали для GDBC подключения из облака в импримия системы то есть для GDBC подключения GDBC драйвер поддерживает из ну по своей спецификации поддерживает вот эти SSL SSL где можно параметрам передать название виртуального хоста прямо через URL подключения и используя SAP GDBC драйвер все работает но в данном случае сделать RMI вызов из Groovy даже вызывает RMI клиента из Java класса без реализации вот этого шифрованного туннеля невозможно поэтому я RMI клиент поместил в адаптер модуль и сейчас RMI сервер запущен у меня на ноутбуке также чтобы симулировать вот этот процесс создания подписи то есть начинаем мы как бы локально допустим с машины пользователя который собирается подписывать какой-то юридически значимый документ и на этой же машине мы запущем собственно наш RMI крипто сервис который в итоге подписывает документы и возвращает обратно через вот эту цепочку integration flow на CPI в PO и обратно подписанту с результатом так давайте запустим ну и на стороне RMI сервиса был реализован как раз таки вот гостовское шифрование 3.4.10.2001 и как раз расширенный вот этот CMS Xtended формат подписи или CMS Xtended он по-другому называется CADES и я попробовал его то есть происходит подпись и я попробовал его провалидировать с тем же самым компонентом XML Verifier я вот раньше говорил про XML SADD есть еще компонент соответственно XML Verifier который для валидации используется так как это CPI по документации поддерживает как раз Xtended ну и посмотрим что произойдет так а вернулся ответ то есть мы запустили XML документ в CPI то есть с какой-то локальной машины вот ноутбука Рената запрос пошел в CPI потом был синхронный реквест reply в надземную SAP PO через Cloud Connector далее запрос идет из SAP PO через адаптер модуль через RMI соединение опять же на на мой ноутбук который здесь находится и вот этот удаленный RMI сервис ну да такой вот вид извращения но это все работает классно и подписывается сотни документов на самом деле у заказчика и ну мы видим пришла какая-то абракадабра на самом деле это вполне валидный вполне валидная CADES подпись и CADES подразумевает что это ну бинарные данные это бинарное отображение SN.1 структуры бинарных данных то есть есть такой формат бинарных данных называемый abstract notation syntax .1 который описывает не только ну не только кодирует сами данные а еще включает в себя тип данных то есть вот эта структура здесь вначале закодирован тип этих данных далее идет там блок с длиной и после блока с длиной идут уже сами данные ну и здесь же включены все наши подписанные атрибуты сама-сама подпись документа и также не подписаны атрибуты которые мы видим что тут ну данный формат есть специальные вьюеры и эдиторы которые могут представить данный формат в человеко читаемом виде так ну давайте посмотрим что в пиаре произошло так я уже наверное выбился со времени конечно же эксепшен ну а произошло то что xml verifier компонент поддерживает только верификацию xml документов ну а как мы помним из предыдущего сценария предыдущего примера ну cpi смог верифицировать только классическую xml dsd подпись то есть ну мало того что xml верификация не поддерживается так еще вот этот компонент не понимает как ну не признает как адрес форматы хотя сам успешно умеет их создавать вот еще раз откроем integration flow который использовался по последним примере так это да вот мы моя попытка вызвать напрямую rmi сервер из груви хотя rmi сервер конечно можно было с помощью там того же спрингута вернуть быстренько в rest сервис и запустить его локально через через maven но например у того же заказчика вот ну был такой своеобразный запрет на установку всяких сторонних веб серверов там или какого-то другого да вот подпись которая подпись которая произошла на rmi сервере это detached подпись то есть отделенная от самого тела документа и поэтому здесь требуется передача вот мы выбрали что-то detached и передаем схему подписывающую подписанный документ ну и в целом такая печальная новость что этот валидатор или верификатор подписи работает только для классического xml-дсига по сути так собственно у меня все Дима там в чате есть какой-то вопрос наверху вот да так тебе видно или прочитать да видно как вам неизвестно такой подход противоречит российскому законодательству именно подпись на стороннем сервере нет здесь речь не идет о стороннем сервере я имею ввиду что сам сервис подписания по требованию российского же заказчика был установлен на их какой-то внутренней машине которая которая принадлежит ну находится в их в их сети то есть ну тут никаких противоречий я не вижу ну или я неправильно понял вопрос можно же при желании на том же ПО поднять а рядом просто другую яву ромаем туда из адаптера стучаться именно туда же то есть это по-моему на усмотрение заказчика на том же где ПО поднять или то есть этот ромай сервер был запущен ровно на той машине где где был установлен крипто 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 gcp хранилище ключей и сам и сам крипто провайдер то есть ровненько в том же gdk окружении или gire поэтому здесь все ну для желающих же есть dss сертификация которая там приходит все это смотрит если заказчик хочет сертифицированное решение или проверить это он сам наверное должен запросить еще вопросы может из зала да вопросы из зала может быть есть да вопрос ну в целом наверное не только к дмитрию но ну вот дмитрий рассказывал про подпись по гостам для российских заказчиков вот может быть уже назрела необходимость разработать какое-то коробочное решение или стандартное там потому что задача ведь типичная по работе с и с подписями и с шифрованием то есть нет ли если мы может быть есть какие-то готовые решения о которых не все знают или есть планы по по их созданию а Дим тебе что-нибудь про это известно мне наверное известно ровно то же что и вам я могу от себя прокомментировать что какое-то время назад было возможно в СОДе развернуть виртуальную машину а такая услуга собственно долго еще была в российском СОДе она какое-то время была но потом пропала то есть можно среди облачных услуг которые есть в бизнес технологии платформ когда-то был virtual машин виртуальная машина можно было развернуть линукс в облаке и там собственно установить крипто про установить все что нужно дополнительно и весь гост туда засунуть я вот сейчас когда слайды были подумал что можно попробовать через клауд коннектор там есть connection from on premise to cloud и там один из видов коннектора есть виртуальная машина virtual машин тоже можно попробовать это через cloud коннектор пустить но я не знаю что из этого получится вот а другие еще то что доклад Ильи Степанов в road map там где он integration cell рассматривал можно через customer influence программу попробовать попушить вендора чтобы туда какой-нибудь кубернетис с гостом воткнули и с возможностью крипто про ставить тогда бы это было бы крипто цел внутри integration цел и было бы интересно чтобы оно развертывалось из облака тогда бы и в облака все бы еще скорее побежали как Аринат думаешь ну как я понимаю там есть проблема чисто юридического характера потому что криптографические алгоритмы национальные они там в той же категории что там ядерное оружие и прочие такие топ-секретные материалы которые не подлежат распространению не могут реализовываться за границей и так далее а понятно именно поэтому когда ты смотришь на любой глобальный софт не только от САПа там везде есть классический набор алгоритмов типа РСА вот а нигде в коробке нет никаких национальных алгоритмов ровно потому что в каждой стране своя кухня своя история Андрей да вот у меня вопрос там когда мы подписывали в CPI XML десигом почему она пароль не спросила на контейнер не сейчас а вот в самом начале когда мы подписывали на CPI то есть компонентом XML сайнер пароль там ну должна спрашивать ну про это тоже говорил Вадим Климов что мы указали там вот этот security артефакт который хранится в CPI нам кейсторе то есть я предварительно импортировал мой приватный контейнер и когда при импорте ну когда происходил импорт CPI запросил у меня этот пароль и все ну и собственно все и один раз заимпортировав этот приватный контейнер далее можно использовать моих integration flow ну то есть он его закэшировал куда-то и теперь можно любой документ подписать да замечательно ну еще комментарий могу дать по вот там был слайд с вариантом GCP на GVM если можете его вернуть так GCP на GVM да ну вот первый вариант реально там работает применяется но там особенность такая что ряд государственных ну как бы органов требует не только подпись по ГОСТу но и ГОСТовый ТЛС и вот тогда только второй вариант может спасти вот такой небольшой комментарий потому что ГОСТовый вы можете поставить GCP на sub-GVM допустим уже 8 да можете там сделать подпись по ГОСТу но если от вас потребуют создать ТЛС по ГОСТу до какой-то государственной организации то вы не сможете этого сделать тогда только вот второй вариант останется ну да мы можем поговорить про это немного позже мне стало интересно как как вам удалось вот установить КрикитаПро провайдеров в SAP скульжав машину как это не нарушило ли это текущую лицензию вы же идете в дядю Сэм да тогда и говорим так еще вопросы из зала есть спасибо Дмитрий очень интересно было обсудим сейчас подробности какие-нибудь спасибо спасибо за внимание особенно приятно было что в прошлом году эта тема началась сейчас продолжилась и думаю что в следующем году может быть что-то еще порадуешь тогда нас на эту тему вот коллеги мы наверное сегодня тогда закончим сейчас идем в дядю Сэма все кто хотят там если кто-то потеряется по дороге столик на имя Ильи Кузнецова на мое имя там нас под 25 человек резерв ждет там может быть несколько долго будет заказ блюд из-за пятницы ну чего ж посидим подождем ну и завершение Пимона очень радостно что в этом году нам предоставили такой зал замечательный и даже не стали нас ужимать из-за того что мало народу сюда пришло на такой сцене гораздо приятнее тут и доклады делать и вольготно размещаться спасибо всем кто пришел и докладчикам спасибо хостеру вендору САП Демьяну Рукину спасибо за то что звукорежиссировал предоставил камеру и надеюсь у него хватит терпения обработать все наши видео потому что это большая работа я помню по девятнадцатому году и по двадцатому сколько это времени занимает так что Демьян большое спасибо Ринат тебе слово мне очень понравилось как доклад Димы аккуратно подошел к тезису пойдемте в дядю Сэма пойдемте в дядю Сэма спасибо всем ребята увидимся в следующем году спасибо 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 Продолжение следует...